Создание комитета за честные выборы и принятая на заседании угловостовая декларация гласит об открытости данного списка и считаю, что однозначно к данному действию партия обновления должна присоединиться. Читаю, необходимо подписать данную декларацию об организации общественного комитета за честные выборы. И важно понимать, что проведение честных выборов в Приднестровской Молдавской Республике или не допущение каких-то грязных технологий и всего, что с этим связано, это не только интерес какого-то отдельно взятого депутата, интерес какого-то отдельно взятого округа, мы просто не имеем права допустить каких-либо фальсификации и дать кому-то возможность говорить о том, что в Приднестровье избрана нелегитимная власть. Я хочу сказать о том, в первую очередь, что инициатива этой декларации исходит от очень авторитетных, от очень авторитетных влиятельных общественных организаций Приднестровья, это и защитники, и женское движение. И, соответственно, вот эта инициатива снизу говорит лишний раз о том, что наш народ, он мудрый и он понимает, что чистота выборов это не просто какая-то прихоть, это не просто какое-то увлечение или дань моды, это то, что мы должны показать в первую очередь и себе, и всем наблюдающим за нами. Это то, что мы выбрали путь демократического развития, открытости, и мы не имеем права дать повод поставить под сомнение легитимность этих выборов. То есть в непризнанном государстве честные выборы, они гораздо более важны, чем, допустим, в каком-то признанном государстве. Что там и так страна признана, им ничего никому доказывать не надо, хотя, понятное дело, что легитимность власти даже для своего собственного народа, она подтверждается качеством выборов. И когда прозвучала эта инициатива, когда мы узнали об этой декларации, мы, естественно, приняли решение подписать ее. Тем более, что сегодня мы ее подписываем тремя партиями, которые уже сотрудничают в направлении сближения Приднестровья с Россией. И это как бы некое продолжение того пути, который нами был выбран. Так что большим удовольствием это все подпишем и будем следовать каждому пункту, потому что даже каждый кандидат в депутаты, если он избрался нечестно, неправильно, он, может быть, сам для себя даже не будет себя чувствовать полноценным депутатом. Поэтому никаких вопросов у нас нет, мы подписываем. Уважаемые коллеги, я считаю, что все-таки еще очень важной и важной деталью в данной декларации, принятой девятью общественными влиятельными и уважаемыми организациями, от них поступило такое сообщение. Мы успели даже собрать высший совет, быстро рассмотреть свой. Это говорит, на мой взгляд, самое главное о том, что действительно общество у нас здоровое. И с таким обществом, конечно, мы сможем отстоять и нашу независимость, и добиться все-таки признания нашего государства Приднестровской Молдавской Республики. Подписывайтесь. Продолжение следует... Вперед с честным выбором!